всем привет дорогие друзья вы на канале миткор шоу с вами толин и сегодня мы посмотрим на обновление в овервотч итак 1.04 у нас версия обновление от сегодняшнего числа и давайте посмотрим что же у нас тут поменяли так макри миротворец значит альтернативный режим стрельбы задержка перед перезарядкой после применения альтернативного режима стрельбы уменьшена столь 75 секунды до 0 3 а носимый урон уменьшен 70 до 45 каждой пулей ну что ж нерв макри достаточно серьезный я в общем-то согласен с разработчиками с этим действием что своей своим этим сам миротворцем за два собственно говоря залпа то есть стреляем перекат стреляем мог убить практически кого угодно даже танков так комментарии разработчиков насчет макри слишком эффективно справлялся с любыми противниками и поэтому был и потому был универсальным героем для большинства игр мы уменьшили урон наносим альтернативный режим стрельбы миротворца макри уже не сможет с легкостью противостоять выносливым противником вроде турбосвина и рейнхарда однако он по-прежнему опасен бою с генди трейсер и другими менее живущими героями ну что ж тут я с близами на самом деле на все сто процентов согласен давайте посмотрим дальше итак роковая вдова поцелуй вдовы значит альтернативный режим стрельбы базовый урон уменьшен с 15 до 12 единиц так но множитель урона снайперского выстрела не изменился что на самом деле радует и вот ключевая штука множитель урона наносимого выстрелом в голову увеличен с двух до двух с половиной раз то есть это на самом деле несмотря на то что базовый урон понизили все равно для вдовы получился буст в два с половиной раза больше урона будет в голову вот так множитель урона наносимым выстрелом тогда теперь перед повторным используемом птического прицела необходимо дождаться завершения анимации воспроизводимой при выходе снайперского режима ну да переходить снайперский режим теперь мы будем ну не сможем так быстро туда-сюда меняться но это я считаю все-таки ничего страшного хотя надо посмотреть как долго длится обниматься раньше никогда не обращал внимание так и ульта инфозрение стоимость зарядки суперспособность увеличена на 10 процентов ну я согласен что вдова на самом деле ультовала значительно чаще чем все остальные и в общем то то что повысили стоимость заряд на 10 процентов вполне себе понятно разработчики пишут что в умелых руках роковая вдова становилась просто неудержимой даже если и удавалось пролить противников только в тело они в голову изменение альтернативного режима стрельбы позволяет уменьшить урон от попадания тела в тело противника урон от попадания в голову не изменится кроме того мы считаем что суперспособность давы инфозрение используют слишком часто особенно если учесть ее эффективность ну туда согласен и вот исправленные баги как я понимаю значит повышенно стабильность соединения при использовании настройки частые обмен данными в режиме своя игра и герои исправлен неполадка из-за которой ангел заряжала суперспособность если повышал урон союзника такая вашего барьера ледяную стрелу вот так пор вот я честно говоря про этот баг не знал ну и не видел чтобы кто-то пользовался если честно но хорошо что поправили так исправлен неполадка из-за которой на некоторых картах жнец мог попасть недоступные для героев точки применяя шаг сквозь тень ну да это было такое да видел ролики куда жнец куда-то там телепортировался ну и отлично так и на картах исправлен неполадка из-за которой на некоторых участках карты дорада препятствия не заграживали обзор вот ну что ж друзья мы вот и весь патч на самом деле патч от 14 июня на сервера он был вылет сегодня после этого самого непродолжительного даун тайма 15 июня пачек маленький исправляющий достаточно критический для момента игры ну что ж а мы будем ждать большой патч который нам обещали в середине июля насколько я помню и там нам обещали много вкусностей и основное например что лично я жду это конечно рейтинговые игры ну что ж поживем увидим с вами был как всегда толин вы были на канале миткур шоу и всем пока